Всем привет! Меня зовут Катя Рок, и я стилист. А я Настя, и я фэшер-блогер. Сегодня мы решили рассказать вам о такой очень сложной теме, часто обсуждаемой. Вы задаете нам очень много по этому поводу вопросов, а именно о сочетании различных видов металлов в повседневной жизни. В своих аутфитах. Да. Решили мы начать с бижутерии, кольца с браслетами. Я помню себя, когда я только начинала, в принципе, что-то в моде хоть чуть-чуть узнавать. Я помню, как я одевала какую-то разную фурнитуру. У меня там что-то было, например, ремень один, а сумка с другой, с золотой. И я прям не могла сидеть, не могла ходить. Мне казалось, что это кошмар, ужас. В общем, если у вас то же самое, то продолжайте смотреть. Короче, вот такой серебряный браслет с голубыми камушками. Что делаю обычно я? Я беру три браслета. Один с серебряной фурнитурой и голубыми камушками. Второй с двумя видами фурнитур, то есть тут у меня золото и серебро. И третий это золото с черным камушком. И надеваю их все вместе. Подожди, первое правило. Во-первых, если вы боитесь сочетать различную фурнитуру, делайте это сначала с небольшими браслетиками и кольцами. Просто берете, одеваете на себя, либо какие-нибудь, вот у меня тоже здесь, и серебро, и золото, колечки. Либо, как Катя предлагает, различную фурнитуру с браслетиками. Это все потом будет создавать почву для того, чтобы можно было сочетать другую фурнитуру. И еще одно правило, такое же, как и с сумками и с обувью. Не надо уже одного цвета сочетать. Голубенькие камушки с колечком тоже с голубеньким камушком. Забудьте про это уже. Все. Не надо. Это не стильно, не модно. Это просто и обычно. Это как подбирать ремень под сумку подбирали. Под сумку, да. Как лак под помаду. Просто сразу понятно, что вам страшно, что вы придерживаетесь правил, что вы не обладаете собственным таким стилем ярко выраженным, потому что вы делаете все по правилам и по классике. Что нужно вот именно этот камушек такого цвета. Конечно, если вы там Кейт Миддлтон, тур в Канаду, вам надо делать именно так, потому что это классика. Но если вы хотите быть модненькими, стильными и все такое, то нарушайте правила. Милое вот это голубенькое колечко на стальной, ну как на серебряной фурнитуре. Черное, с черным камнем на золоте. И вот такое... Это медь, по-моему, даже. Нет? Ну, фиг знает. Ну да, кладок вот. Эти три кольца я надеваю спокойно все вместе, и при этом могу надеть также вместе с ними эти три браслета и отправиться... Возваясь. То есть я тут плохой советчик, если честно. У меня никогда даже не возникал вопрос о том, как мне сочетать фурнитуры, как что-то с чем-то носить. Поэтому мне сложно вот Настя в этом плане может больше рассказать, потому что она проходила, да, какой-то путь, она что-то изучала, что-то читала. Поэтому не слушайте ее. Я не знаю, что рассказывать сейчас. У меня был этап, когда я носила только серебро. И всю фурнитуру я... Там, обувь... Что бы не ошибиться? Муртки. Ну да. Все серебряное. Потом мне серебро пипец как надоело, и я его возьми видела, я, значит, стала носить только золото. И, о боже, как же бесит все подбирать под золотой фурнитурой. Как же бесит искать... Сумка тебе нравится, но она с серебряной фурнитурой. Представляешь, какую кошмар? Жесть. Это ж чекануть сложно. Я даже не задумываюсь никогда, когда покупали. Что я усвоила со временем? Что я вам говорила? Что нужно ее сразу же на себя вместе смешивать, тогда вам будет проще. Что если у вас проблемы со смешанием, то сначала смешивайте что-то очень минималистичное и не очень броское. Не берите сразу такие, вот, например, как Катя показала, крупные кольца. Это будет сложнее для вас. Катя у нас здесь прошабенная. Если, например, вы выбираете определенные стили, например, такие как, ну, не знаю, например, рок-стиль, то просто знайте, что да, серебро там, в принципе, превалирует, изолирует, но это не значит, что сумки с золотой фурнитурой вам нельзя будет сочетать. Дальше потом про это поговорим. Сейчас просто про бижутерию. У меня здесь есть колечко от Масима Дути, которое мне очень нравится. Смотри. Всегда прикольное. Корочек. Да, но у меня вот как раз примерно месяц назад только отпал комплекс ношения его. Почему? Потому что вот как раз золото здесь очень яркое. Я обычно все-таки розовое какое-то ношу. До меня наконец-то дошло, что все нормально. Я могу, если особенно одену его в какой-нибудь паре с чем-то, я смогу его сочетать отдельно, вот так вот. А знаете, взять его на руку, одеть, и потом, не знаю, здесь у меня тоже полно. Вот когда это кольцо одно на руке, оно смотрится со всем остальным, убого. Когда вы сразу же сочетаете, оно смотрится нормально. Вот и вся идея. Вообще, по сути, все это видео направлено на то, чтобы вдохновить вас забить на правила и не бояться. Первый шаг в труде. Да, ну потому что все, что мы будем сейчас показывать, это наше личное сочетание, какие-то мнения. То есть я вообще сумасшедшая в этом плане. Я могу там пять барочного стиля колес огромных надеть из разного металла. И, ну, это мой стиль, и я так ношу. Не каждый будет. Мы просто хотим вдохновить вас на то, чтобы вы не боялись это делать. Да, начните с малого. Начните сначала с чего-нибудь такого легенького, простенького. Вместе просто, как Катя показывала, вот это прекрасно вообще. Они такие маленькие, они такие хорошенькие. В одном вообще сразу же уже идет сочетание золота с серебра, чтобы уже, ну, наверняка. Именно этим он меня и привлек. Кстати, я купила его в Стокгольме в период, когда бренды бижутерные, ювелирные, люксовые, только начали сочетать... Нет, это не оно. Нет, я понимаю, просто я хочу посмотреть. Только начали сочетать разные виды металла в украшениях именно. То есть не то, чтобы ты на пальчик наделала розовенькое золото обычное и что-то серебряное, а когда в одном кольце три деления, и они все из разного металла. Вот у меня, кстати, здесь, например, тоже розовое золото, и если бы я его спокойно одела с этим и дополнила еще на этой руке каким-нибудь золотым, было бы хорошо. Дополняйте еще, знаете, вот чуть-чуть добавили где-то, не забудьте добавить еще где-то. Вот тут примерно такое, как на весах чуть-чуть. Ну, а я одна из самых любимых моих сумок, я ее кучу раз показываю, не знаю, обладая как бы весьма немаленькой коллекцией сумок, я не могу вот эта сумка, но она идеальна. И я, когда ее увидела, полюбила ее именно за фурнитуру. В общем, я принесла сегодня две сумки, одна из них с ярко выраженной серебряной фурнитурой, другая с ярко выраженной золотой фурнитурой. Я рассказываю. Когда я их надеваю, я не задумываюсь вообще над тем, какие украшения будут на мне. Но, чего я и вам советую, как бы. То есть мы сейчас тут затеяли видео, да, но по сути, мы все время будем говорить о том, что правильно или нет. Нет, я в комментариях сказала, когда мне сказали, пожалуйста, снимите видео про то, как сочетать фурнитуру. Я написала, да как угодно. Все, нет больше вид, понимаете? Ну, а мы просто покажем вам варианты, чтобы вам было не так страшно. То есть я беру вот эту сумку с кучей стальной, о, вот за серебряной фурнитуры. Беру вот эти часы. Да, серебро есть, серебро есть, на руке есть, на руке есть, все. И как бы пошла. И не паримся. И не паримся, да. То же самое, вот я наделаю и могу взять вот эту сумку. Меня вообще ничего не остановит. То есть я бижутерию надеваю в последний обычный момент. То есть я сейчас в гардеробной все собираю, надеваю, напяливаю, выхожу уже готова. Подхожу к столику с бижутерией, теряю кольца по дороге. Просто надеваю все. Вообще у меня зависит от настроения. Также подбор бижутерии к моим аксессуарам, сумкам, там обуви, куртам. Да, вот мы еще раз вам напоминаем, что следите за... Вот в принципе на самом деле очень такое золото, это у тебя ватон, не блестящая, это вот этой сумкой, да, более глянцевая. Но она все равно не желтит адски. То есть тут только серебро. Только серебро. Ну у тебя же здесь еще золото, золото, часы. Да, и часы. Все. Здесь, знаешь, еще есть такой маленький нюанс. Выбирая, например, серебряную фурнитуру и золотую. С золотом нельзя желтить очень сильно, да, чтобы оно было прям яркое. А с серебром, если вы покупаете что-то с черными вкраплениями, ну здесь не такой вариант. Ну да, в принципе. Знаете, такая есть серебро, такой типа состаренная под старину, у нее прям такой серый-черный налет. Ну вот это и есть он. Нет, это еще приличный. Есть прям совсем типа убитый. Ну типа рокерский, если я сейчас расскажу, что я не видела недавно. Как кольца в костыле? Да. Вот это уже гораздо сложнее. Это тоже спокойно можно сочетать, но просто сложнее. Это маленький такой нюанс. Я тут недавно иду, на переходе стою. История жизни. И смотрю, знаете, есть такие ботиночки. Полуботинки. Клепки. Клепки. Клепки такие квадратные. Конус-образные. Конус или квадрат? Ну квадрат, это конус. Пирамидка. Клепки пирамид. Молодец. Молодец. Все. Я вижу уже образ, что это такой байкерский, рокерский стиль. Мои глаза поднимаются. Поднимаются. Джинсы, все хорошо. Как бы черные джинсы, да? Окей. И тот взгляд падает на сумку со золотой фурнитурой. Я такая думаю, ну вообще диссонанс. Ну вообще не подходит. Потом про себя думаю. Настя, но ведь ты сама носишь рокерскую куртку. Более того, ты носишь ее иногда с казаками, у которых вообще ковбойские пряжки серебряные. И с вот этой сумкой. И у тебя такого не происходит. И какой выбор мы сделаем из этой ситуации? Что мы не можем на вас советовать? Нет. Я долго рожала. Знаете, просто два дня у меня в муках проверено. Почему? Что не так? Потому что, например, сумка была. Знаешь, какая сумка? Конвертик. Но который, когда ты выпрямляешь, только ты можешь в него сэклодировать. То есть, получается, вот это вот замок виден. Здесь еще какая-то типа под Майкл Корса такая штука. Блинушка. Вывод такой, что сумка сама по себе отстойная и явно по самому стилю не подходила к этим ботинкам. Тут не дело в фурнитуре. Просто из-за... А, ну понятно. И фурнитура бросается в глаза из-за этого. В общем, тогда мы делаем вывод такой, что если в плане стилистических решений ваш образ составлен неверно, то... Акцент на фурнитуру будет вообще просто адский. То, значит, будет адский акцент на фурнитуру, и это будет только портить образ. То есть, соответственно, в первую очередь вам надо задуматься о том, чтобы вещи, которые вы надели, сочетались друг с другом стильно, и как бы сам лук был сбалансированным и правильным. Ну, тяжело, конечно. Тяжело. Соответственно, бросается в глаза не только... В первую очередь достается неправильно подобранная фурнитура, а во вторую уже, как сделала ты вывод, сам образ плох. Вот и все. Если вам сложно сочетать разные стили... Начните с минималистичных. Разные стили. Да, если вам сложно сочетать разные стили, сначала начните с чего-то такого базового, легко между собой сочетаемого. Возьмите себе кольца разные или браслетики, тоже минималистичные. То есть начните с легкого. Ну, как я всегда учу, то есть прежде чем обновлять гардероб, обновите базу. Вот здесь, например, у этой сумочки фурнитура серебряная, но она, вот эта вот сумка достаточно сложная. Почему? Не из-за своей фурнитуры, а из-за цвета и принта. Да, и из-за сочетания на ремешке двух цветов. Так что не вините во всем фурнитуру, что вот... Возможно, мы купили просто сложную вещь, а фурнитура отпугивает вас в первую очередь. То есть я не знаю, с чем это сочетать, из-за фурнитуры, но, возможно, вы просто не знаете, с чем сочетать именно эту сумку или именно эту ремешку. Вообще поняла, что почти все, что я сегодня притащила, содержит очень мало стальной вот этой серебряной фурнитуры. О, видишь, что все равно я ее люблю. Да, поняла. Вот это вот. В общем, одни часы у меня это такое более классическое золото, ближе к желтому, а вторые это розовое золото. Еще и с таким синим фиолетовым, да, это больше фиолетовый циферблат. Меня это ни капли не смущает. Я могу вот сочетать это даже вот так. Чем раньше вы начнете между собой вот бижутерию и часы сочетать, тем быстрее у вас вообще... Покажи свои часы. Это тоже все золотое. Да, у меня вот есть вот такие вот золотые часики от Кросс, но они настолько богаты золотом. Богаты. Просто, что все остальное я реально, если их выбираю, вообще практически ничего не издеваю. Ну, они прям вообще сурово большие. Чаще всего я вообще выбираю вот такие вот от Swatch. Спокойно его вписываю в гардероб, вообще даже у него издеваю. Ну, смотри, вот здесь вот серебро в заде. Ну, то есть, ты понимаешь, да, что если докапываться до каждой штуки, там, что у тебя пуговица серебряная, а у единственной любимой сумки из золота в фурнитуре, то ж можно с ума судьбить. Да, а я, например, вот эти часы тоже, это у меня Swatch, который розовое золото с фиолетовым. Ношу, могу носить как вот с этим большим лютым кольцом Gucci, которые тоже вот они в одной стилистике, да, какие бешеные. Также все зависит от моего настроения, могу надеть вот с таким вот более спокойным кольцом, с квадратиками. Здесь вообще все зависит от того, как вы видите картину в целом, насколько вы насмотрены, и практически неуловимое это на самом деле чувство, когда ты понимаешь, да, здесь уже перебор, а здесь нормально. Да, зайдите на Pinterest и... На Насте, но там не будет того, что надо. Зайдите просто на Pinterest и наберите там что-то связанное с аксессуарами, бижутерии, джеллери, там, не знаю. Вообще многие блогеры уже так лет 5-100% сюда вешают минималистичные украшения абсолютно. И серебро, и золото, и, соответственно, все браслеты сочетают. В общем, просто повдохновляйтесь, походите по ресурсам, которые вот, типа, да, тамблер стайл, то есть какой-то мутборд, ремень. Ремень, на самом деле, это такая достаточно сложная тема, идет сразу же после фурнитуры на сумке. Почему? Потому что он на себя берет очень много внимания. И здесь важно понимать, делает ли он ваш образ законченным, или это акцент изначально в вашем образе. Да, дополняет ли он, либо является основной фигурой. И от этого надо плясать, например, и у меня, и у Кати ремни, которые, ну, реально бьют глаза сразу же. Да, я вообще не фанат ремней, если честно. И вот купила этот Гуччи только потому, что он мне понравился сам по себе. Он очень самодостаточный, то есть я вот там сейчас в белой футболке и черных джинсах, я надену этот ремень, я так носила на Миланской неделе моды, и он сразу же делает образ. Он делает образ, да, вот здесь он король в этом образе. Сейчас вам расскажу историю. Настя, мы уже очень много... Ну, я понимаю, ну, в общем, я хочу вам сказать, что я не умею сочетать маленькие, небольшие и даже большие обычные ремни с пряжкой. Просто обычные, минималистичные. Казалось бы, господи, минималистичный ремень, что там делать? Я не умею. Вот честно вам признать, у меня это выглядит как инородный элемент в образе. Я постоянно смотрю на Пинтересте этих девушек с красивыми реально ремнями. У них прям даже Лиззи-блогер, который мне нравится, она постоянно тоже ремень какой-то такой минималистичный одевает. Но у меня не получается. Что я делаю? Я просто не беру и не делаю его. Все. Зачем мне учиться? Ну, это нормально, потому что не все подходит тебе. Не все. То есть мы говорим вам смотреть на Пинтересте и вдохновляться, но вы все-таки должны грамотно воспринимать свой образ, да, себя и думать головой в первую очередь, а не просто брать и копировать. Сегодня, когда собиралась к Насте, подумала, блин, у меня нет обуви с фурнитурой. What? А знаете все почему? Потому что не надо покупать, я вот миллион раз говорила, не надо покупать обувь с лютой фурнитурой. Единственное исключение, мы поговорили здесь с Клой. Их Клое. Да, Клое вот эти, которые такие рокерского стиля, да, это казаки, наверное, казаки. Ну ладно, в общем, вот это подяга, которую... В общем, неважно, это ты уберешь, а мы что ставим, ставим, что мы все знали. Вот, вот это исключение, но это настолько самодостаточные сами по себе боты, и они, понимаете, это же не просто копия от какого-то масс-маркета. Это идеал, это икона, это то, что пишут все эти масс-маркет-бренды. И, блин, недавно, когда мы летели из Барселоны с сестрой, там в аэропорту стояли две парижанки, ну парижанки, француженки, у меня все француженки-парижанки. Вот, и одна была в таких укороченных, крутых джинсовых шортах, в такой белой, простой футболке, у нее были крутые украшения и на ногах эти Клое. Я просто, я стояла, и Настя говорит, типа, не пальцы на нее так, я не могу, просто я даже ее сфоткала, она такая прекрасная. Вот, поэтому, понимаете, есть обувь, и как любая вещь самодостаточная, а есть дополняющая. Если вы покупаете увешанную во всю золото фурнитурой обувь, то, ну, думайте головой, насколько она вообще нормальная. Насколько она, во-первых, пишется в ваш гардероб, во-вторых, насколько легко и просто будет сочетать ее вообще в жизненных, в каких-то повседневных образах. И, кстати, знаешь, есть эти классические абсолютно, мы их, по-моему, Катя тоже не носит, я тоже их никогда не покупаю. Жакейские. Жакейские, да, точно, жакейские сапоги. Все их любят, особенно в Питере очень нас любят вообще-то вот этот классический стиль и одеваться так. Сапоги, да, но там у этих сапог есть реальная беда, многие из них с желтой фурнитурой, многие из них реально с огромной фурнитурой, куча вообще непонятно, там, бляшек, херашек, вот, и их не покупайте, купите себе что-нибудь, типа, проще. Вот они, это классические вообще осенние боды, и их прикол, да, в интересном мыске с тавкой стальной. Такое, напомню, мне стиль Александра Вэлла, это Other Stories, купленный на сейле, ношу крайне редко. Ну, очень прикольные. Вот, да, у меня не суперпростые, очень богатые на фурнитуру, и здесь акцент на нее не просто так. Долительный вывод от Насти. Ну, представьте, например, берете вы все рокерское, и тут у вас куртка с огромными, не знаю, клепками желтой фурнитуры. Да, это уголок. Это сложно, это вообще просто, вы превращаетесь в какую-то игрушку. Если у вас рокерский стиль, пусть будет, пусть доминирует там серебряное. Да, возьмите просто колечки там и маленькие тонкие паслетики золотые. Да, чуть-чуть, чтобы они как бы давали такой акцент со всеми. Ну, что-то такое, да, сочетайте. Вот и все. Задача этого видео – вдохновить вас ни хрена, ничего не бояться. Да, и все. Правил нет. Ну, немного есть, про которые мы поговорили. Старайтесь там просто образ все-таки продумывать. И чуть-чуть, я надеюсь, помогли вам мы. И смотрите также всякие пинтересты, отчеты со стрит-стайла, вдохновляйтесь чужими луками и на фоне этого составляйте свои. Спасибо вам большое, что смотрели нас, комментируйте, лайкайте наши видео, подписывайтесь на канал, рассказывайте о нас подружкам, можно друзьям, нам безумно приятно читать ваши комментарии. Их очень много, вы очень крутые и очень преданные, прям нам очень приятно. Большое спасибо, всем пока. Пока-пока.